Когда вы слушаете живую, волнующую вас музыку, вы не разделяете ее на составные элементы, а воспринимаете их неразрывным единством. Вдохновенная мелодия, красивое звучание голоса, своеобразный тембр инструмента, красочная гармоническая основа — все это сливается в вашем восприятии в одно целое. Так же, собственно, как любой из картин и живописцев, вы не отделяете рисунок от краски, перспективу от композиции, ибо в картине все направлено к одной цели — создать живописный образ, воздействовать на ваше воображение, так и в музыке. И все-таки, чтобы уметь верно судить о музыке, нужно иметь хотя бы самое общее представление о ее составных элементах, знать, какова же та звуковая пряжа, из которой соткана сложная и удивительная ткань музыкального произведения. Любая музыка, от самой примитивной до самой сложной, основана прежде всего на определенной мелодии. Это то, что обычно называют мотивом или напевом. Мелодия — это душа музыки, основной носитель музыкальной мысли, художественной идеи. Без мелодии не может быть музыка, как не может быть живописи без рисунка, или поэзии без определенного смысла. Простейшие виды мелодии окружают нас в быту, постоянно, всюду и везде. Где-то за окном насвистывает знакомую песенку прохоженьку. Женщина, сидя за шитьем, напевает за душевный мотив. Ребятишки играют на тротуаре, нараспев произносят веселую щиталку. В каждом этом случае перед нами какая-то хотя бы самая элементарная мелодия. По существу это уже начальный элемент музыки, хотя здесь не участвуют ни музыкальные инструменты, ни певцы с хорошо поставленными голосами. Есть музыкальные произведения, которые сводятся по существу только к мелодии, одноголосной, без всякого инструментального или хорового сопровождения. Таковы многие народные песни. Если это красивая, выразительная мелодия, отмеченная глубиной чувства, она и в таком виде способна доставлять художественное наслаждение. Именно так звучит народная песня «Не велят Маши за реченьку ходить». «Не велят Маши за реченьку ходить». «Не велят Маши за реченьку ходить». «А молодцы, кто любил, 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 дорогой». «Он не чувствует любовь, 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 любовь». Даже неискушенный слушатель, услышав хотя бы небольшой отрывок хорошо знакомой мелодии, может легко определить, откуда этот мотив. Например, когда по радио звучат колокольчики беззывных сигналов Москвы, мы без труда вспоминаем происхождение этой музыкальной фразы. Она заимствована из песни Дунаевского «Широка страна моя родная». Эстетическая оценка любой музыкальной пьесы начинается с оценки ее мелодии. Но прежде всего прислушиваемся к характеру мелодии. Какова она? Богатая, напевная или убогая? Красивая, оригинальная или пошловато или банальная? Нередко встречаются пустые мотивчики, которые всей своей сущностью выражают бедность мысли, ограниченность содержания. Иногда автор музыки сознательно подчеркивает в мелодии черты механичности, бездушности, навязчивой привитивности, чтобы выразить этим определенный жизненный смысл. Знаменитая тема нашествия в седьмой симфонии Шостаковича. Нарочито, банально и механично. Но в этой навязчиво звучащей зловещей свистульке автор передал самую сущность ненавистной фашистской военщины, ее тупую заносчивость и бездушие. Субтитры создавал DimaTorzok Зато какой сердечный разлив чувств слышится в широких напевных мелодиях, выражающих светлую мечту, стремление к счастью. Немало ярких примеров в этом плане дает творчество Сергея Прокофьева. Стоит хотя бы вспомнить широкую распевную тему из его последней седьмой симфонии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хачатуряна, Кабалевского и ряда других заключается в значительной мере в том, что они сумели создать новые, свежие, оригинальные мелодии, не повторяя классиков, но и не отказываясь от певучести, широты, своеобразной красоты и эмоциональности мелодического образа. Важной особенностью многих мелодий, созданных выдающимися композиторами прошлого и современности, является их национальная самобытность. Каждая нация, веками культивируя и совершенствуя свои народные песни, выработала особый характерный тип мелодий, свои излюбленные мелодические обороты, или, как говорят, интонации. В песенной мелодии может быть по-своему выражен национальный облик страны, характер народа. Так русские люди сложили свою протяжную, равнинную песню, словно запечатлевшую необозримую степную ши. А, например, в Грузии народ создал совсем иные мелодии, огненные, порывистые. Обратите внимание, как многообразны некоторые типичные мелодии композиторов разных национальностей. Вот, например, характерная русская мелодия. Это тема вступления к опере Мусоргского «Хованщина». Мусоргского «Хованщина» Грузинская мелодия из оперы Фаляшвили «Даиси». Грузинская мелодия из оперы Фаляшвили «Хованщина» Грузинская мелодия из оперы Фаляшвили «Хованщина» Норвежская мелодия симфонического танца Грига. Грузинская мелодия из оперы Фаляшвили «Хованщина» Наконец, негритянская мелодия в рапсодии в стиле блюз американца Джорджа Гершина. Грузинская мелодия из оперы Фаляшвили «Хованщина» Грузинская мелодия из оперы Фаляшвили «Хованщина» Грузинская мелодия из оперы Фаляшвили «Хованщина» Даже не зная заранее этих произведений, мы смогли бы определить их национальную принадлежность По характерному типу народно-песенных оборотов, присущих только данному народу. В любом произведении мелодия – это основной выразитель содержания, Главное определяющее средство художественного воздействия. И, однако, все же музыка не сводится только к одной мелодии. Это главный, но не единственный элемент музыкальной речи. Выразительность музыки становится ярче, сильнее, Когда несколько родственных мелодий сплетается в один звуковой поток, Или же, когда к мелодии присоединяются богатейшие средства гармонии и оркестровки. Все вы, вероятно, помните увертюру Глинки в опере Руслана Людмила. Вы привыкли ее слышать в исполнении большого симфонического оркеста. А что, если оставить звучать только одну мелодию, Без гармонического сопровождения и без оркестровых красок? Неправда ли? Звучит бедно. Теперь давайте добавим к этой мелодии Гармоническое аккордовое сопровождение. 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 как сочетание и взаимодействие мелодии, ритма, гармонии, оркестровки, приведущие роли мелодии. Ни одна мелодия не может существовать вне ритма. Ритмом в музыке называют организацию звуков во времени, определенное чередование протяжных и коротких звуков, сильных и слабых долей. Ритму принадлежит важнейшая роль в построении любой музыки и, в частности, создании любой мелодии. Мелодия решенной четкости, ритмической организованности становится бессмысленным набором звуков. Ритм существует, разумеется, не только в музыке. Мы наблюдаем определенную соразмерность звуков и в природе, и в быту, и в производственной жизни. Четко и ритмично звучат капли дождя, ударяющиеся в стекло окна. Размеренно удар за ударом раздается бой часов. Вероятно, ритмы музыки по-своему отражают ритмы, существующие в природе. Но музыкальные ритмы отличаются своей особой организованностью, художественной целесообразностью, обладают особым выразительным значением. Эти разнообразные ритмы, то резкие, чеканные, то свободные, капризные, во многом содействуют созданию различных художественных образов. Ритмическая четкость, подчеркнутость акцентов и ударений составляет особенности маршей и делает маршевую музыку незаменимой в жизни армии, а также во время демонстрации или физкультурных парадов для облегчения стройного походного шага тысяч людей. КОНЕЦ Стоит изменить первоначальный ритм мелодии, и весь характер музыки существенно преобразится, приобретет новое иное содержание. Этим часто пользуются композиторы с целью драматического развития музыкальных мыслей. Резко изменяя ритм, а заодно и оркестровку, и гармонический колорит, они создают новый вариант музыкальной темы. Так, например, развивается одна из основных тем симфонической поэмы Листа – прелюды. В начальном разделе поэмы эта мелодия звучит мягко, в свободном ритмическом движении, как проникновенная песня. Играет музыка. Играет музыка. Но в дальнейшем Лист резко изменяет характер этой темы, используя средства маршеобразной ритмики. Медленная любовная песня, благодаря изменению ритма, превращается в энергичный марш-шествие. Играет музыка. Играет музыка. Звучит музыка Звучит музыка Однако эти ритмические наигрыши, обладая большой выразительностью, виртуозным блеском, все же не могут создать многогранного музыкального образа, ибо здесь нет мелодии, мелодического развития. Все звучит как бы на одной ноте. Итак, мелодия и соответствующая ей, неразрывно с ней связанная, ритмика составляют основу музыки, или, как выразился Глинка, главную жилу музыкального искусства. И все же одной мелодии, как уже было сказано, не исчерпывается многообразный арсенал средств, которыми обладает музыкальное искусство. Очень важным элементом музыки является гармония. Само слово «гармония» означает «созвучие». В музыке понятие гармонии бывает двояким. Под словами «гармония» «лад» подразумевает общий порядок, определенный звуковой строй, господствующий в данной музыкальной пьесе. Кроме того, гармонии называют одновременное сочетание нескольких различных звуков, образующих созвучие или аккорды. Композитор Шуман как-то остроумно сказал, что если сравнить музыку с шахматами, то мелодия — это король, из-за которого ведется игра, но зато гармония — это ферзь, самая сильная фигура. Гармоническая ткань способна окрасить мелодию в те или иные эмоциональные тона, усилить ее поэтическое содержание. Фантазия Чайковского «Франческо да Риммини» начинается медленным вступлением. Это вступление вводит слушателя в мрачный подземный мир дантово ада, где томятся души грешников. Сурово, зловеще звучат размеренные аккорды, создавая настроение тяжелой безысходности. Субтитры создавал DimaTorzok «Франческо да Риммини» Известны наиболее распространенные виды гармонии — мажорный и минорный лад. Мажорные созвучия чаще всего обладают светлым, радостным характером. Вспомним, например, призывную революционную песню «Смело товарищи в ногу», выдержанную в мажорном ладу. «Смело товарищи в ногу», «Смело товарищи в ногу» 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 Как ты пою, ты, а вот, как ты видишь, почему? Минорным созвучьем чаще присущи печальные грустные тона. В качестве примера проведем протяжную украинскую песню «Рвета истогны дни про Широпию». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно важное средство музыкальной выразительности – это полифония, то есть особый вид многоголосия, при котором одновременно звучат, сочетаясь друг с другом, несколько самостоятельных мелодий. В других искусствах, скажем, в драме, такой прием одновременного звучания голосов был бы невозможен. В драме мы слушаем в каждый данный момент только одного артиста. Музыка же допускает звучание нескольких голосов и в оперном ансамбле, и в хоре, и в инструментальных произведениях. Такое переплетение мелодий не только не мешает развитию музыкальной мысли, а наоборот, придает ей особую выпуклость, многогранность. Русская народная музыка обладает богатейшим многоголосием, своеобразной подголосочной полифонии. Слушая русский народный хор, поющий без сопровождения, мы часто любуемся не только красотой и сердечностью мелодии, но и тем, как выразительно и прихотливо основная мелодия переплетается с хоровыми подголосками. Эти приемы широко проникли и в русскую классическую музыку. Напомним, великолепный хор «Поселян» из четвертого акта оперы «Князь Игорь Бородина», основанный на приемах русского хорового многоголосья. «Князь Игорь Бородина» «Князь Игорь Бородина» Композиторы классики еще в давние времена, в 17-18 веках, выработали сложные формы полифонической музыки, вершиной которых является фуга. Само слово «фуга» означает «бег». В основе фуги лежит краткая, лаконичная и вместе с тем выразительная мелодия, или, как ее называют, тема. Фуга начинается с ложением темы в одном из голосов, затем поочередно она проходит в других голосах. Голоса как бы догоняют друг друга, следуя один за другим. Непревзойденные образцы полифонических пьес оставил величайший из западных классиков Йоганн Себастьян Бах. «Князь Игорь Бородина» «Князь Игорь Бородина» «Князь Игорь Бородина» Говоря о различных средствах музыкальной речи, надо напомнить еще об одном очень важном средстве – о различных музыкальных тембрах. Тембром называется своеобразная окраска звука, присущая каждому отдельному инструменту или человеческому голосу. Любую мелодию, аккорд мы воспринимаем в определенной звуковой окраске, будь то человеческий голос или фортепиано, звучание трубы или трелифлейты. И, наконец, последнее. Для полноценного понимания сложного музыкального произведения надо научиться также верно воспринимать его общую форму, следить за тем, как развиваются, сменяя друг друга основные образы и темы музыкальной пьесы. На протяжении многих веков складывались различные формы музыкальных произведений. Известно немало видов этих форм, например, фуга, вариации, рондо, сонатная форма и другие. Все они подчиняются определенным законам музыкальной композиции. Музыка, подобно поэзии или драме, развертывается постепенно во времени. Как в повести или романе есть отдельные части, главы, фразы, так и в любой музыкальной пьесе есть свои внутренние разделы. Смена их часто строится по принципу резкого противопоставления самых различных образов и состояний, контраста различных музыкальных тем. Приведем пример сопоставления ярко-контрастных образов внутри одного сочинения. Это пьеса Грига «Шествие гномов». В начале и в конце пьесы активная и напористая музыка, полное неистового движения, дикой дьявольской энергии. Это горные духи, олицетворение злых жестоких сил северной природы. Но зато в среднем разделе Грик прерывает эту музыку при вольной песенной мелодии, напоминающей о ласковом сиянии утра, о весенней свежести. Так создается очень стройная трехчастная композиция пьесы. Грик прерывает эту музыку. Грик прерывает эту музыку. ГрЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здесь перед нами так называемая сонатная форма Субтитры создавал DimaTorzok Как суровое напоминание о жизненной борьбе Субтитры создавал DimaTorzok Эта центральная тема несколько раз возвращается, всяко раз вступая в столкновение с другими музыкальными образами Взволнованно, устремленно звучит новая, порывистая тема, появляющаяся вслед за медленным вступлением, она полна воли и мужества Это образ борьбы преодоления Дима Торзок Главную тему сменяет новая лирическая мелодия, в которой слышится то мольба, то светлые порывы и мечты Субтитры создавал DimaTorzok Благодаря ярким контрастам, резкому противопоставлению этих различных по смыслу образов, их развитию и изменению Мы воспринимаем музыку патетической сонаты, как воплощение какой-то напряженной человеческой драмы Следя за развитием музыкальных тем, за непрерывной сменой и возвращением контрастных образов Мы постигаем смысл музыки, ее содержание Так музыка своей особой драматургией выражает то, что могло бы получить иное, более конкретное воплощение, скажем, на театральной сцене или в картине художника Мы слышим здесь выражение глубоких страданий и светлых надежд, душевных бурь и героического пафоса борьбы Играет музыка Играет музыка Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok